У нас сегодня последний урок перед Роша Шана. Обычно мы говорим о содержании недельной главы. Ну, недельная глава будет нецовим. Интересно. Вы знаете, что иногда главы нецовим и в айерах соединены в некоторые годы, а в некоторые годы они отдельные. Вы знаете, от чего это зависит? А? Что? Нет. Как раз это не связано с обычный год или высокосный. Другие главы, соединены или нет, так и связаны, как вы точно говорите. В высокосном году они обычно разделены, а в обычный год, в обычном году соединены. Потому что в высокосном году есть больше суббот. А вот как раз в нецовим военах не связано с этим, а связано с чем-то другим. Послушайте. Роша Шана по календарю, который у нас установлен, может выпадать в четыре дня недели. Какие четыре? Шейни, понедельник, шлещи, вторник. Хамищи, четверг и шаббат. Может выпадать? Понедельник, вторник, четверг и шаббат. Между прочим. Вы знаете, что обычай у нас аж к назим. Что мы начинаем с лихот с начала недели, с первого дня недели. Но как минимум четыре дня. Так если Роша Шана выпадает на четверг, то точно четыре дня. Если выпадает на шаббат, Роша Шана выпадает первый день на шаббат. Так, между прочим, будет в следующем году. То, говорят, с лихот шесть дней. А если выпадает на понедельник или на вторник, то нет уже, с начала недели нету четырех дней. Так начинают неделю раньше. И выходит, что тогда говорят, с лихот больше дней. В этом году Роша Шана выпала на понедельник. Так говорят, с лихот одну неделю, вот эту неделю шесть дней, еще один-семь дней. Теперь так. Главы Ницовым военных зависят вот от чего. Они соединены или вместе, или отдельно. Если Роша Шана выпадает на понедельник или на вторник, то тогда Ницовим отдельно и военных отдельно, как в этом году. А если Роша Шана выпадает на четверг или на пятницу, то тогда они соединены. А почему? Очень просто. Мы всегда читаем главу Китавоо две недели до Роша Шана. Теперь на Ницовим остается одна неделя, правильно? Так если Роша Шана выпадает в понедельник или вторник, то есть две субботы. Одна суббота до Роша Шана, в нее читают Ницовим. И еще суббота между Роша Шана и Йом-Кипур, в нее читают военных. Если же Роша Шана выпадает на четверг или на субботу, то между Роша Шана и Суккат есть только одна неделя. И в эту неделю будут читать Азинат. То есть вот как сейчас, когда Роша Шана выпадает на понедельник, есть Шаббат между Роша Шана и Йом-Кипур, а потом есть еще Шаббат между Йом-Кипур и Суккат. В одну будут читать военных, а в другую будут читать Азинат. Ницовим читают до Роша Шана всегда. Если же Шаббат, Роша Шана выпадает на четверг или на субботу, то есть только одна суббота между Роша Шана и Суккат. В эту субботу читают Азину, а на воилах не остается субботы, поэтому ее соединяют вместе с Ницовим. Расчет простой. Если Роша Шана выпадает на четверг, то Йом-Кипур выпадает на субботу. Одна суббота выпадает. Если Роша Шана выпадает на шаббат, то опять-таки есть только одна суббота. А если Роша Шана выпадает на понедельник-вторник, то есть две субботы. Суббота выпадает на субботу. Это ясно? Ну, и понятно, что начинаю уже с Эула. Люди начинают анализировать, думать, что исправить, как. Особенно сначала слихот. Из основных смыслов, что говорят слихот, чтобы подготовиться к Роша Шана. Продумать, проанализировать, исправить, что можно. Хотел бы сговорить несколько слов о Чуве. Бог дал нам большой подарок, что есть возможность сделать Чуву и исправить то, что мы делали неверно. То, что мы, если мы в чем-то когда-то нарушили. Рабину Ейне начинают свою книгу. Шары Чува. Так. Из добра, что Бог сделал созданным им, что он им подготовил дорогу, чтобы человек может исправить то, что он нарушил. Это большой подарок, что Бог нам дал. Это добро Бога, что человек может исправить. В материальном мире мы такого не знаем. Я вас спрашиваю. У кого-то был дорогой, красивый графин из кристалла. Он намеренно его толкнул или по неосторожности. Графин упал и разбился на нороство осколков. Человек встанет и скажет. Я очень сожалею, что графин разбился. Очень сожалею из глубины сердца. Я в будущем буду осторожен. Буду осторожен, чтобы я по неаккуратности не толкнул графин. Что вы думаете? Что станет графином? Что-нибудь изменится? Понятно, что нет. А относительно наших действий, которые мы сделали, Бог дал вам возможность исправить и аннулировать их духовные последствия. Это большой подарок Бога. А этот подарок надо использовать. Хорошее время, чтобы сделать самоанализ. Продумать, что исправить, как исправить. Это время Пьедро Шишана, Медро Шишана, Медро Шишана, Медро Шишана, Йон-Кипур, Йон-Кипур. Очень хорошее время. И это время, чтобы Бог особенно близок к нам. Внутреннее желание исправить. Человек может говорить с Богом, как говорить с другом. Я очень хочу исправить, но мне не идет. Помоги мне. И так далее. И это влияет. Во-первых, когда человек проводит самоанализ, он должен посмотреть на себя открытыми глазами, понять, какие стороны у него лучше, какие хуже, что стоит улучшить в хороших сторонах, что стоит изменить в слабых сторонах. Но прежде всего надо уметь увидеть себя открытыми глазами. Хотите послушать историю? Рассказывают. В каком-то городке был фельдшер и был богат по понятиям того места. У каждого из них были сильные точки и слабые. Фельдшер был довольно добрым человеком и относился, и к людям относился очень хорошо. Помогал сколько мог. Молиться в менянии, быть аккуратным во всех митцвах, выполнение митцвов, это была его слабая точка. Богач в его его стороны сильные и слабые точки были другие. Как раз он молился в менянии и был аккуратен в соблюдении заповедей. Относительно деликатности к людям и доброты помочь по его возможностям, это была его слабая точка. Приближается Рошашана, говорят, Слихот, Медру, Шана и Йом-Кипур. Что обычно наблюдают? Каждый хочет быть лучше в себя. Так фельдшер становится еще более и более добрым. А богач больше раскачивается в молитве. То есть если человек не анализирует себя как надо, он обычно обращает внимание на свои сильные стороны и улучает его дальше и дальше. Замечательно, улучать можно и дальше. А надо же обратить внимание на свои слабые стороны тоже. Знаете, на что это похоже? Если у кого-то здоровое сердце, а печень и почки не работают как надо, он здоровый человек или нет. А если наоборот, печень и почки работают, а сердце не как надо, тоже нет. Так что у человека должна быть гармония и обратиться к разные стороны заповедей, что Бог нам велел, чтобы они были как надо. Есть митцвот между человеком и Богом, есть митцвот между одним человеком и другим, есть молитва, есть уроки тор, есть разные стороны нашего служения Богу. Так надо стараться, чтобы каждая из них была на определенном хорошем уровне. И человек должен себя видеть для этого открытыми глазами. И иногда более важно обратить внимание на свои слабые точки. Как вы думаете, почему человек не видит свои слабые точки? Я помню, Рабхайм Шмулевич говорил так. Человек слышит то, что он хочет услышать. Я думаю, что тоже самое. Человек видит то, что ему хочется увидеть. Человеку приятно видеть то, в чем у него идет удачно. но это же не это же не путь. И есть еще причина, почему человек не хочет это видеть. Потому что у человека есть внутренние ощущения. А если я обращу внимание, то это уже такое человек это уже это уже не изменишь. Такое ощущение отчаяния. Вы знаете, что говорят? Человек не должен отчаиваться ни от кого. И от себя тоже нет. Другой вопрос, какими путями действовать? Это надо планировать и действовать. Во-первых, должно быть понимание, что не хватает и что не как надо. И затем внутреннее желание быть духовно здоровым человеком, чтобы все наши органы были здоровы. Как человек хочет, чтобы все органы были здоровыми и нормально функционировали, надо иметь подобное желание, чтобы все наши стороны служения Богу были как надо. И есть пути, как работать над собой, как изменить. На-первых, надо укрепить у себя внутреннее желание, желание изменить. Это первое. Должен быть мотор, который, чтобы двигал. Должна быть внутренняя энергия и внутреннее желание. Это первое. А дальше Рабисол Саланта говорил очень интересную и глубокую мысль. Во всех вопросах, которые мы что-то должны изменить, и мы чувствуем, что нам на это трудно, ведь что такое Чуба? Сожаление о прошлом, принятие на будущее. И сказать это устами. Так пишет Рамбол. Сожаление о прошлом, если человек действительно ощущает Тору, близок к ней, знает важное служение Богу, то к сожалению о прошлом легко добиться. А что труднее добиться? Принятие на будущее. Измениться это непросто. Рабисол Саланта говорит так. Ты не можешь изменить все и измени какую-то часть этого. То есть так, есть в каждом действии, в каждом в том, что мы обязаны, бывает у каждого человека более легкая ситуация, легко ему выполнить или тяжело. На что есть требования от Бога больше? На что? Когда нам очень трудно или когда легко? Когда нам легко. Это основное требование. Если человек действительно хотя бы исправит то, что ему надо исправить. Когда это ему легко, то большая часть от того, что есть требования с небес, он снимает себя. Есть интересная геморра в геморрем нахот. Геморра говорит так. Коши иншошел аван, мионшошел тхидас. Мы сейчас одеваем талии, потому что мы хотим выполнить митцву цицит. И мы намеренно одеваем такую одежду, чтобы были четыре угла. Времена написания Торы в времена Талмуда это была естественная одежда, которую они одевали. Одежда, у которой есть четыре угла. Так геморра нахот говорит так. Есть два человека. Один не вдевает белую нитку Тошевцы в свою одежду. Он обязан вдевать белую нитку и обязан одевать нитку, покрашенную от определенного существа хелозон. Таких, кто не вдевает вообще, а их, кто вдевает белое, но не вдевает голубую. Таким, Ранас нам говорит так, то, кто не вдевает белое, от него требование с небес намного больше, чем то, что не вдевает голубую нитку. А почему? Очень понятно. Белую нитку для циции, она относительно легко ее достать, она дешевая, она не стоит много денег. А голубую нитку тхилет надо было достать это существо, хилозон, этот моллюсок, и вынуть из него часть, которая красит, и покрасить. Это стоило дорогие деньги. А люди были стеснены в средствах. Так кто, кто не вдевает белую, на него претензии намного больше, чем кто-то не вдевает голубую нитку тхилет. То есть это общая линия. То, что человеку легче делать, от него требование, если он это не делает, требование с небес намного больше. Скажем простой пример из жизни. Хорошо молиться вменяни. Есть человек, который к этому пока еще не привык. Но он старается выполнять, старается идти вменя. Так когда он чувствует себя очень усталым и он не идет вменя или когда он не устал и не идет, когда требования с небес больше. Понятно. Когда ему легче идти и он не идет, требования больше. Так и во многих других заповедях Тора. это большой принцип. То есть даже если человек не находит в себе силы изменить моментально полностью, изменить частично то, что ты чувствуешь в своих силах, когда это легче. И постепенно иди так, чтобы ты полностью приучил себя это делать. вы знаете, что есть люди, которые говорят или все, или ничего. Вопрос такой, а какой вывод? Есть вывод из-за этого делать все замечательно, а есть вывод противоположный, то хотя бы делай то, что ты можешь. и это путь, чтобы ты делал дальше и дальше. То, что я хотел от чувака, как мы уже говорили, это большой подарок Богу, что человек может все исправить. Роша Шана решается вся судьба на все, что произойдет с нами в следующем году. Барья, если можно принести геморрор Шана. Спасибо. теперь, в чем содержание нашего служения Богу в Роша Шана? Понятно, что человек может и должен продумать свои действия, что сделать лучше, как. Но что мы видим в молитве Роша Шана? В чем содержание нашего служения Бога в этот день? Так из основных содержаний этого дня это Мауху Йот, принятие царства Бога. Что такое Мауху? Может задается вопрос, а без того, что мы принимаем Бог не хозяин мира, Он хозяин и без этого. Надо знать, что на Гоша на Кодеш есть два выражения. Есть Мауху, а есть Мушил. Тора нам рассказывает, что когда Йосеф увидел солнце снопами, как снопы братьев поклоняются его снопу, он рассказал это братьям. Что братья ему сказали? Хамолох тем лохолину и машол тем шалбуну. Ты что будешь над нами мелохом или ты будешь над нами властвовать? Ибн Эзра на месте говорит так что ты думаешь? Мы несим холи мелохом мы тебя сделаем царем или ты будешь властвовать над нами будешь мошилом против нашего желания? То есть разница между мелохом и мошил такая и мелох он хозяин страной и мошил мелох это тот кого жители страны приняли царем над ними то есть они приняли его царем это мелох а мошил тот кто властвует над ними против их желания циран мы в молитве говорим келашем амруха у мошил баги им у бога мруха а он мошил властвует над народами что это значит богу принадлежит царство над кем над еврейским народом у мошил баги им а над другими народами он властвует он делает что он хочет что он считает нужно он хозяин над ними но они не принимают его власти над еврейским народом он мелох а у других народов он мошил они не принимают его власти написано дальше бог будет мелохом царем всеми народом значит все народы прихода мошиеха все народы признают царство бога тогда он будет мелохом над всеми а пока над еврейским народом он а над другими он может он делает то что дает он властвует над ними но они признают его власть если говорить более широко то не просто мы принимаем царство бога мы в Рошашана проводим коронацию бога мы объявляем его царем и проводим коронацию это одно из содержаний митвы трубит шофар когда-то когда короновали царя то трубили трубили в рог написано что когда короновали шлемо то трубили в рог короновали царя трубит в рог то есть мы коронуем бога и поэтому если мы обратите внимание в Рошашана мы упоминаем про грехи молитвы нет мы просим прощения в основе молитвы нет янкипор да янкипор мы просим прощения говорим о грехах это в янкипор а в Рошашана нет этого молитвы а что да есть молитвы о царстве бога молитвы мы говорим о царстве бога мы проводим коронацию бога и во всей молитве мы говорим о шеме бог цар о шеме бог царство мы говорим все время о том что бог цар что мы это объявляем что мы с нашей стороны принимаем бога как царя принимаем бога как царя а что значит принять бога как царя а что это значит на практике это означает принять на себе выполнять то что бог указывает что он указывает второе есть митвот заповеди которые он велит и мы принимаем на себя подчинять наши желания приказом бога то есть молхуё значит мы принимаем на себя что бог царь и мы не только принимаем мы радуемся этому принимаем это с радостью это из основных содержаний руши шамах во всей молитве что мы говорим бог молх это это изменение между текстом молитвы в обычный день и в руши шана так мы говорим о кир акадош а так мы говорим царь принимаем царство бога я читаю кусочек из гемори рушишона говорит про рушишона написано так говорите передо мной о царствах воспоминаний и про шофарат рог чтобы приняли меня над вами царем чтобы было воспоминание ваше передо мной к хорошему пометчем башиво омар раббогет 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 почему трубят из рога барана омар кудыш бога говорит бог трубите передо мной из рога барана где я вам вспомню вам то что евраам был готов принести в жертву ницхака омар я считаю защитываю вам как будто вы себя принесли в жертву передо мной то есть так тут гемораном говорит что трубление в шафаар напоминает о чем напоминает о том что трубите из рога барана а это напоминает перед богом о том как авраам был готов принести в жертву его сына а что он потом сделал он принес он увидел барана и он принес его в жертву вместо сына то что трубит из рога барана вспоминает то что авраам был готов принести в жертву своего сына исхака и интересно что трубление из рога барана имеет очень важную сторону в суде брошишь тут написано что и мараном говорит что год в котором не трубят в начале не трубили в шофар это нехорошо для года нехорошо для года нехорошо для суда почему потому что так интересно то сафот на месте говорят так это не имеется ввиду что рошашана выпадает в шабат рошана выпадает в шабат не трубит это все нормально для года но речь идет никто не виноват не нашли шофара не нашли что трубил был человек который трубил пробовал трубить и не получилось это нехорошо он вопрос который тут задается непонятно когда что-то происходит без вины можно обвинять в этом кто-то виноват скажите не было шофара не могли никак достать старались и не могли они виноваты или нет что вы говорите не виноваты и Марата говорит он с рахмана патрой что получается он против желания бог его освободил он не виноват ну так почему это нехорошо для года я скажу вам что я видел в комментарии Раби Симха Извинска в его книге Меши Кокмана Тору он говорит об этом так конечно если что-то происходит без вины то человек не виноват правильно но шофар трубление в шофар вращено это митва но не только митва это как определенное как лекарство я вас прошу если есть больной человек и ему нужно именно какое-то определенное лекарство и только оно его может вылечить человек пошел в одну аптеку в другую и не нашел он виноват или нет нет а больной вылечится или нет как вы думаете я говорю по естественному пути больного лечит естественном пути больного должно вылечить это лекарство я привожу это как пример то же самое шофар это духовное лекарство духовное лекарство для суда прошу шана есть медра шараба в главе эмор который говорит так что когда евреи начинают трубить шофар то бог встает из из престола дин правосудия и переходит в престол рахамин пересаживает понятно в боге нет физического престола но то есть медра говорит так что когда еврейский народ трубит шофар врушишона то закон переходит от качества дин правосудия в качество рахми известно что бог создал мир руководит миром двумя основными качествами дин и хэсэд но вопрос в какой пропорции я понимаю смысл этого медранша так что до того как до того как трубили в шофар то содержание дин процент содержание дин оно более решающее а после того как трубит шофар это переводит переводит суд становится больше больше сочетания хэсэда а это мы все знаем что пройти суд бога по качеству дин очень очень трудно а когда есть хэсэд это легче то есть шофар он переводит суд из качества правосудия в качество хэсэда я думаю я понимаю что это не значит что только хэсэд это сочетание дин и хэсэд но процентное если можно так выразиться содержание хэсэда больше а то этого было меньше почему потому что как мы читали только что то трубление в шофар барана напоминает принесение то что Авраам был готов принести в жертву своего сына Исока и это великая заслуга еврейского народа и это переводит переводит суд в качество хэсэда нет переводит митцва трубление в шофар переводит суд что большее содержание хэсэда так написано медра-шаббат задают вопрос задается вопрос а если выпадает в шаббат то почему тогда выходит тогда все нормально рабмейр с нимх объясняет это так а почему в шаббат мы не трубим шофар скажите потому что мудрецы сказали не трубить мудрецы они представители еврейского народа а почему они сказали не трубить потому что все обязаны трубить шофар говорит ровы не все умеют может быть он пойдет у кого-то учиться и пока он принесет четыре локтя по улице и по ошибке нарушит шаббат другими словами наши мудрецы запретили и отменили трубление в шофар когда рушона выпадает в шаббат для чего чтобы один из сотни по ошибке или из тысячи по ошибке не нарушил шаббат так мудрецы и торы знали о духовном влиянии трубления в шофар на ход суда или не знали конечно знали но почему же они приняли такое решение ведь это опасность чтобы прошел суд и чтобы было по качеству правосудия это очень опасно еврейские мудрецы шли представители еврейского народа сказали так как два близких друга каждый из которых любит другого еще больше чем себя они сказали так как пусть выйдет суд как он выйдет если будет дин дин хесет хесет но самое главное что шаббат который так дорог и так велик перед Богом не был нарушен даже по ошибке нам как выйдет наш суд нам не так важно как то что важно нашему другу Богу чтобы шаббат никоим образом не был нарушен но не то что она два дня бывает второй день когда на шаббат не будет правильно во второй день во второй день если первый день шаббат второй день не будет не будет шаббат правильно но но все таки первый день это же шаббат это основной день И Рабьер Симха продолжает, вот эта самоотверженность еврейского народа, их представителей мудрецов, что они думали о том, что при важном для Бога шаббат, о его сохранении, и чтобы никто даже по ошибке его не нарушил. И думали не о том, что выйдет с нами в будущем году, а о том, чтобы суббота, которая так любима и важна Богу, не была нарушена. Бог воспринимает точно так же, как то, что Акидат Яцхак, как Авраам был готов принести Яцхака в жертву. Так же мудрецы еврейского народа, представители еврейского народа сказали, нас не интересует, что будет с нами, лишь бы шаббат, который так дорог к Богу, не был нарушен. Это воспринимается перед Богом в той же мере, как и то, что Авраам был готов принести своего сына Яцхак в жертву. Так это объясняет Рабьер Симха. Кажется, очень интересный пшат. То есть трубить можно, нести нельзя? Из-за того, что нельзя переносить, мудрецы отменили трубление в шафар. И когда он выпадает в шаббат. В праздник можно переносить, а в субботу нельзя. Поэтому, когда Рошашана выпадает в субботу, мудрецы отменили трубление в шафар. Шафар становится мукцем, как и мукцем. Возможно, возможно. Так, из основных содержаний Рошашана – это принятие царства Бога. Это как бы общее такое, общее принятие, принятие Бога как царя. И мы принимаем с радостью, и принимаем с радостью делать то, что Бог велит. И подчинять наши желания приказам Бога. Это из основных содержаний, то, что мы делаем в Рошашана. Мы рады царству Бога над всем миром и, в первую очередь, над нами. Пожалуйста. Рошашана – это день царства, а день царства, день царства, день царства, день царства, день царства. Откуда это пошло? Почему эта война называется «Война судного дня»? Как судный день, это рост пошла? А Йон-Кипур – это так, например, не так. Послушайте, как назвали на русском, я не знаю. Но почему эта война так называется? Это же понятно. Потому что она началась в Йон-Кипур. Почему на русском назвали так или иначе? Я за это не несу ответственности. Я не знаю. На еврейте говорят «Ну-Хамед Йон-Кипур». Теперь давайте поговорим немножко об обычаях этого дня. Ну, Рошашана – это ваш особый день. Это праздник. Но это и день суда. Емарат, он говорит, интересно. Емара говорит так. Он говорит, что год, который бедный в начале, становится потом богатым. И Роша говорит так. Когда евреи чувствуют себя как бедные, то есть они и они молятся и всего сердца, так год, он выходит хорошим. То есть от нашей молитвы в Рошана, когда человек чувствует, что в принципе то, что было, было. А что будет в следующем году, мы не знаем про каждого из нас. Что будет со здоровьем, что будет с парносочкой, что будет даже жизнью. Никто из нас ничего этого не знает. И когда молятся из глубины сердца, то это влияет на то, что выходит в этот год. И еще говорит Гемара дальше. Он говорит, что человек судит только по его делам в этот момент. То есть так. Потому как мы ведем себя в Роша Шана, это имеет большое влияние на решение суда на будущий год. То есть человек в Роша Шана находится на более высоком духовном уровне поведения. И это влияет на то, чтобы вышел хороший год. То есть в Роша Шана важно вести себя, быть на хорошем уровне. С другой стороны надо иметь какое-то нормальное настроение. Не отдаляться от сердитости. Мистер Брура пишет так, что в Роша Шана надо отдаляться от сердитости по разным причинам. Во-первых, это святой день. Во-вторых, то, что происходит в Роша Шана, это признак на весь год. Поэтому надо от этого отдаляться. Быть в хорошем настроении. С другой стороны, чувствовать, что идет суд. И быть на более высоком духовном уровне. И это имеет влияние на суд, как человек, в каком духовном уровне он находится в Роша Шана. Что это значит? Значит... Быть на более духовном уровне. Ну, смотрите, у каждого свое. У мужчин своя форма, у женщин своя. Во-первых, быть... С одной стороны, быть в хорошем настроении и надеяться, что Бог выпишет нам хороший год. А с другой стороны, это не та атмосфера, которая, скажем, у человека в Суккот. Есть какое-то напряжение, ощущение, что это день суда. У каждого свои митвы, что он делает. То, что я хотел сказать насчет Роша Шана. Есть какие-то вопросы? Какое время идет суд? Вечером или днем? Я понимаю, что утром. Потому что постским приводит обсуждение до какого часа. Можно еще говорить Роша Шана Тейбуты Косов. Где-то до полудня. Служим вечером, так, два, три, восемь года уже при заходе солнце. Что? Молитву на Ила, это Йом-Кипур. Нет, послушайте, Йом-Кипур, день прощения, он от начала дня до конца. Йом-Кипур. А тут же спрашивают про Роша Шана. Я понимаю из того, что говорят, что Шана Тейбут и Косов говорят только до полудня. Выходит, что суд происходит утром. А что же мы делаем вечером? Так хорошо сидим за столом. Что значит хорошо? Это начало года. И симоним влияют. Между прочим, вы знаете, почему мы говорим симоним. И это хороший симон на год. И вы знаете, быть в хорошем, приятном настроении, отдаляться от сердитности, это тоже хороший признак на хороший год. Хорошая компания. Да. Вы знаете, что есть обычай во вторую ночь праздника брать новый плод, чтобы можно было говорить на него Шаха Йон. Вы знаете, почему? Вы знаете. Потому что так. Так как два дня Роша Шана, два дня Роша Шана как один день, есть вопрос. Основное мнение, что надо говорить Шаха Йону и в первую ночь, и во вторую ночь. Но есть одно мнение, которое считает не так. И считает вторую ночь, не надо говорить Шаха Йону, мы уже сказали в первую. Поэтому берут новый плод и говорят Шаха Йону, имея в виду и праздник Роша Шана, и этот плод. И потом, потом, естественно, надо его сделать, на него браку есть. Обязательно надо есть. А. Если сказал Хиану. Что? Если сказал Хиану, ты должен есть. Смотрите. Я не знаю. Наши обычаи, что мы обычно говорим Шаха Йону новый плод, когда мы едим. По основе закона человек может увидеть новый плод и уже сказать Шаха Йону. Но если я купила заранее, я его уже увидела. Так мы, но мы оставляем Роша Шана, мы оставляем Шаха Йону на еду. Я обязана его съесть. Съесть? Кусочек, да? Не, ну... Кусочек. В какой момент? В какой момент? Смотрите, поиски души, мы говорим, омойцы, едим хлеб, едим, я не знаю, финики, яблоки, там симоним. А потом берем этот плод тоже. Ну, Ши Хиана, я сказала, когда свечи дожидала. Хорошо. Но это же уже шло на плод и на то, что вы будете есть. Это нормально. Нормально. Это нормально. Так все делают. Это нормально. А что лучше? Сказать, амен на кедуши, хозяина дома, или Ши Хи Яну? Или сказать Ши Хи Яну на зажигание свечи? Смотрите, что я могу сказать? Есть вопрос. Обычные женщины говорят, обычные мужчины говорят, что Хи Яну на кедуши, обычные женщины говорят, что Хи Яну на зажигание свечей. Так менять обычаи я не иду. Я кладу около свечей плод, чтобы видеть его. Да. Потом надо есть кусочек его после заморки. Обычно после аморки. Никто не идет есть между кедушами и аморки. Сразу моют руки и тоже не начинают есть нового плода, а начинают там финики, там еще. симоним и потом. Может быть, сразу после фиников, если это приоится. Обычно то, что берут большинство, я не знаю, что, я беру или айву, или сейчас есть карамбула. Да, но айва не очень съедобна в сыром мире. Обычно делается с нее компот. А как я могу сказать Ши Хи Яну на компот? Не понимаю, на компот. А с какого? Нового плода, да? Я заранее, до Рошашана. Заранее вы делаете компот и берите маленькую тарелочку, и вы это видите. Ага. И говорите кедуш, говорит не кедуш, зажигайте свечи. Имейте в виду, на этот плод тоже. Угу. Первый день можно работать на второй день? С первого дня, на второй день нельзя делать работу. И вот этот пошел бы там стоить в августе в Канаду. Что? Если это один день. Нет. Рабьевуда. Это... Это... что нарушение, что если человек дает обет и не выполняет. Поэтому принято перед Рошашону делать снятие обетов. Это одно действие. И второе действие, что человек заявляет, что он не собирается, что... так мы сейчас заканчиваем урок. И чтобы было всем... Что? Разве шуихи, оно говорят, не на цельный плод? Смотрите. Если не нужно было делать компот, то, конечно, более уважаемый на цельный плод. Если его принято есть именно сваренным, то делают на это. Я на этот раз купил и айву, и айву. Жена сделает этот компот из айвы и будет у меня айву тоже.